В эфире телеканала ЛРТ программа «Итоги» в студии Марии Антоновой. Здравствуйте! В ближайшее время я расскажу о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. Но прежде коротко о главном. Жителям Марусина вернули воду. Кого благодарить за окончание засухи? Оплати и спи спокойно. Почему штрафы ГИБДД нужно оплачивать вовремя? Сгрызли весь гранит науки о люберчанах, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, расскажем в выпуске. Осторожно, велосипед. Как не стать причиной аварии? Гамбургер или брокколи? Что выбирают люберчане? Смотрите в этом выпуске. И мы начинаем. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Люберцах. Во время рабочего визита он посетил новый детский сад на 180 мест. Школу, где будут учиться более тысячи детей. И реконструированный центральный парк. Об этом далее. Сад просторный, современный. Рядом с домом. Спасибо вам большое. Здесь в том числе ясельная группа будет открыта. Мы вот. Хорошо, уже готовы. Открытие нового детского сада на поселке Калинино с нетерпением ждут многие родители. Кроме обычных групп для 165 детей в этом саду будет работать и ясельная, рассчитанная на 15 малышей. Вместе с ними учреждения смогут посещать и те малыши, которым нужно особое внимание. У нас тоже будет детский сад комбинированного вида. Набирается уже группа детей-аутистов. Группа небольшая. Семь человек. Набраны уже специалисты в полном объеме. С ними будут работать логопеды, дефектологи. А еще в новом корпусе есть все для того, чтобы развиться всесторонне. Физкультурные и музыкальные залы, игровые комнаты и детские площадки. В середине августа 68-й детский сад откроют официально, а уже 1 сентября он откроет двери для малышей. Этот сад новый, дает большие возможности, большие перспективы для развития ребенка. Ну, здесь есть кабинет компьютерный, да, будет возможность у ребят заниматься и робототехникой, и шахматами, шашками. 1 сентября свои двери распахнет и новый корпус 16-й гимназии. Школа на 1100 мест под названием «Вектор» позволит обучаться с физико-математическим уклоном. Новейшая цифровая химическая лаборатория позволит ставить опыты. В медицинских классах при помощи этой лаборатории мы как раз готовим детей к практическим таким конференциям. Что-то мы делаем в классах. Мы используем как обычную лабораторию, как и вот цифровую. Вот цифровая очень удобна для того, чтобы проводить какие-то замеры. Еще одна изюминка «Вектора» – индивидуальный подход к каждому школьнику. В новом корпусе предусмотрены кабинеты для проектной исследовательской работы и внеурочной деятельности. Это будет основой медицинских знаний, это будет углубленное изучение физики, углубленное изучение математики, углубленное изучение биологии и химии, химический эксперимент, биологический эксперимент, экология. Во время визита в Люберце губернатор успел не только оценить построенные детские учреждения, но и пообщаться с теми, кто будет в них преподавать. Учителя рассказали, что открытие «Вектора» поможет разгрузить три переполненных школы в микрорайоне Красная Горка. Вас искал директор или вы сами пришли? Меня нашел. Без внимания губернатора не остались и нововведения для льготников, которые вступили в силу 1 августа. Мы сделали такой большой подарок для наших людей пожилого возраста. Я много лет уже живу в Люберце. И вот сейчас вам все очень-очень благодарны. На РЖД станции Люберцы Андрей Воробьев проверил, как реализуется переход на бесплатный проезд. Сейчас в этом помогают сотрудники вокзалов, ветеранам, почетным донорам, пенсионерам и многим другим категориям граждан. Они помогают перекодировать социальные карты. Они получили право ездить бесплатно на железнодорожном транспорте. Существует процедура, она достаточно простая. Нужно в кассу отдать свое социальное удостоверение, его прокатать. И тогда уже, собственно говоря, ты ездишь на пригородном сообщении железнодорожном бесплатно. Навели порядок в Люберцах и в самом сердце города. Во время визита губернатор оценил проделанные работы в Центральном парке. Знаете, с парком отлично. Наконец наш парк стал такой красивый. Здесь преобразилось все. Новые аттракционы. Просторные аллеи, площадки для праздников и зоны для тренировок под открытым небом. И это лишь первый этап масштабной реконструкции. Здесь будут предусмотрены дальше детские площадки, тренажеры для взрослых, до старшего поколения. Будет дальше дорожки, удобная рекреация, дальше делается сцена, кинотеатр летний, который тоже очень популярен у нас в Подмосковье. Преобразоваться Центральному парку помогла губернаторская программа в парке Подмосковья. Полностью проект в Люберцах планируется реализовать в 2019 году. Форум «Я гражданин Подмосковья» прошел в области. Его участники познакомились с организациями и учебными заведениями региона. И смогли лично пообщаться с будущими работодателями. Все подробности далее. Мария Зиновьева на форуме «Я гражданин Подмосковья» уже второй раз. Девушке здесь так интересно, что она осталась на две смены, предпочтя палаточный лагерь душному городу. Мне здесь очень нравится. Атмосфера домашняя. В кругу под гитару поем вечером. Утром мы ходим на образовательную программу. Текущая смена форума «Я гражданин Подмосковья» проходит под девизом «День открытых дверей Московской области». Молодежь может познакомиться с представителями учебных заведений и крупных предприятий Подмосковья. И все это в неформальной обстановке. Предприятия медицины, хай-тек производства, банки, колледжи и вузы со всей Московской области дали молодым людям возможность задать вопросы и узнать о перспективах карьеры. Люберецкий округ представили холдинг «Вертолеты России» вместе с Гагаринским техникумом. Мы представляем свое учебное заведение в первую очередь как социального партнера «Вертолетов России». В нашем техникуме есть специальность обслуживания авиационной техники. Также мы активно развиваем компетенцию управления беспилотными летательными аппаратами. И все это в содружестве с «Вертолетами России». Строить карьеру можно и в спорте. Боксеры, хоккеисты, гимнасты, футболисты и атлеты. Академии физкультуры продемонстрировали гостям форума возможности здорового тела. Тот, кто стремится быть здоровым, кто стремится себя держать в форме, он обречен заниматься и спортом, какой-то гимнастикой. То есть всегда работать постоянно над собой. В Люберцах такие возможности есть. Оценил выступления люберецких спортсменов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На его глазах чемпион мира по тяжелой атлетике Николай Емельянов поставил рекорд. Взял 4000 килограммов в одном подходе. Форум «Я гражданин Подмосковья» проходит в шестой раз. Для молодежи это возможность проявить себя, найти единомышленников и даже получить импульс к развитию своих стартапов. В следующем году форум может получить международный охват. Анна Троян, Александр Томи и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Очень благодарен. Жители деревни Марусина оказались в непростой ситуации. На все лето им отключили воду. Они обратились в администрацию Люберец и в ситуации уже разбирался лично глава округа. На этой встрече присутствовал и наш корреспондент Мария Кузьмичева. Ей слово. Вот уже четвертый месяц семья Козловых вынуждена просить колодесную воду у соседей и по старинке таскать тяжелые ведра. Стираем в колодной воде, руками. У меня пожилые родители, приходится все самой. Нет воды, нету. Нету. Вот беру и поливаю. Более 40 дамов в деревне Марусина остались без воды. Разобраться в причинах сложившейся ситуации приехал лично глава округа Владимир Ружицкий. Хозяин воды отключил и не дает нам воду. Вот воду почему отключили? На основании того, что не было заключено договоров, мы провели заседание правления. На основании этого решения было принято прекратить подачу. Соответственно, мы приводили это решение в исполнение. Вы прекратили подачу воды из-за долгов, так я понимаю? Из-за отсутствия договоров, из-за отсутствия корректного учета воды. И задолженность также имела место быть. Какая задолженность? В настоящий момент это 66 тысяч в районе, копейки не помню. Из-за этих денег уже 22 тысячи было уплачено. С 1 августа договора мы заключаем с каждым из жильцов отдельно. А с СНТ мы договариваемся и прописываем это в документе, что прибор учета, который стоит на вводе, мы минусуем прибор учета, который стоит на эти две улицы, и они платят только чисто за свою воду. Уже под вечер для жителей деревни Марусина праздник все-таки наступил. Им дали долгожданную воду. Этим радостным событием поделилась нашим каналом Анна Козлова. Проверим, пошла ли вода. Момент истины. Включаю. Вода действительно пошла. Спасибо большое. Еще одно радостное событие отмечала семья Козлова. Хозяина дома исполнилось 80 лет. Юбиляра поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Далее также не менее приятная новость. В Люберцах стало на 476 ям меньше. И это только за июль. Работы ведутся ежедневно. Ямочный ремонт у ряда домов по Октябрьскому проспекту проверил глава Люберецкого округа. В городском округе Люберце более 600 придомовых территорий. По поручению губернатора Московской области проводится ремонт асфальта внутри дворовых проездов. Мониторинг ям проходит в ежедневном режиме. Мы о ямах узнаем. Это, во-первых, нашими сотрудниками отдела благоустройства, которое обходит дворовые территории. Это управляющие компании, которые обслуживают дворовые территории, также выявляют ямы. Это и помощь жителей, которые обращаются на портал Добродел. Обращения жителей значительно ускоряют начало ремонтных работ. Поэтому глава округа Владимир Ружицкий призвал люберчан активно пользоваться социальными сетями. Я обращаюсь ко всем жителям. Если вы вышли из дома и видите там какие-то ямы, какое-то недоразумение на дорогах, то у меня есть и Инстаграм, и Фейсбук, и ВКонтакте, и есть и почта. Поэтому наши жители должны писать, обращаться. И стоит задача, что ям на дорогах в Люберцах быть не должно. Каждый год управляющие компании ремонтируют не менее 10% дорог внутри дворов. Всего выявленные дефекты асфальтового покрытия составляют площадь в 6000 квадратных метров. Запланированные на лето работы подходят к концу. За период с мая по сегодняшний день силами управляющих компаний и муниципальным учреждением КБ и ЖКХ мы устранили около полутора тысяч ям. Это в порядке 7,5 тысяч квадратных метров. Это дворовые территории, городские территории. До середины августа ликвидируют еще 342 квадратных метра ям. Если возникнут новые дефекты асфальта, работы продолжатся. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Проверка прошла во второй Люберецкой больнице. Представители администрации округа узнавали, хватит ли всем лекарств. Ответ узнаем из следующего сюжета. Хоть июль не радовал Люберчан летним зноем, в районной больнице номер 2 было жарко. Возникли перебои с поставкой медикаментов и расходных материалов. Докторам пришлось буквально выкручиваться. Да, действительно, были перебои, мы это признаем. Где-то анализ не выполнялся в одном подразделении, ну, допустим, в шестой поликлинике. Где-то поделились, как говорится, и раствором для внутривенного выливания, где-то там шприц. Узнать, есть ли в больнице лекарства, приехал лично глава округа Владимир Ружицкий. Он посетил хирургическое отделение и провел оперативное совещание с медиками. Хочу понять, я тут тоже сейчас какие-то пытки у нас. Чем я могу быть полезен, чем помочь. Врачи рассказали, что перебои возникли из-за несовершенства системы торгов и закупок. Это не отразилось на качестве оказания экстренной помощи. Что касается планового лечения, то проблему почти удалось решить. Ситуация на контроле у главы округа. Больница – это такой комплекс, я бы сказал, такой сложный организм. Поэтому человек, когда попадает в больницу, то он же попадает не в санаторий и не от хорошей жизни полежать. А в силу обстоятельств, в силу нездоровья человек попадает сюда. И стоит задача все это держать на уровне. Отмечу, в течение лета в городском округе Люберцы, как и во всем Подмосковье, зафиксировали нехватку и вакцины от полиомелита. От страшной болезни прибивают несколько раз, начиная с трехмесячного возраста. К счастью, ситуация быстро разрешилась. Сейчас детей вакцинируют в штатном режиме, согласно установленному Минздравом графику. Александр Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И к другим новостям. 20 юношей, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отправились в военно-патриотический лагерь. Их отдых организован в рамках программы реабилитации, которую лично поддерживает глава округа Владимир Ужицкий. Осмыслить свое поведение и просто хорошо провести время. Юноши, нарушившие закон, стали гостями военно-патриотического центра. Он принимает трудных подростков уже 11-й год подряд. Мы с трудными подростками работаем достаточно давно. Имеется уже опыт, пусть не большой, но опыт. Здесь подросток постигает трудные армейские начинающие шаги. И становятся они здесь не только молодым солдатом, но и настоящим воином. Отдых пройдет в рамках программы реабилитации подростков, которую поддерживает администрация городского округа Люберцы. Все делается для того, чтобы свести к нулю вероятность совершения этими ребятами преступлений в будущем. Здесь дети и отдыхают, и в то же время, я думаю, что они, наверное, в большей степени организовываются. И, в общем-то, мы надеемся, понимаем, что альтернатива преступлениям – это спорт, активный образ жизни, здоровье. Несмотря на военно-патриотическую тематику, проживание организовано не в казармах, а в комфортных гостиничных номерах. Для большинства приехавших – это возможность увидеть совершенно другую жизнь, где есть место заботе и доброму отношению. В такой атмосфере и мысли другие. Стал думать, прежде чем что-то делать. Воспитание у меня стало лучше. В течение недели подростки будут заниматься не только военной и строевой подготовкой, но даже картингом, скалолазанием, стрельбой в тире. Дисциплина, отдых и спорт должны стать началом нового пути к законопослушной жизни. Александра Томей, Александр Дегурко, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Ну а теперь поговорим о законодательстве. Проблема обманутых дольщиков в последнее время обострилась. Несмотря на горькие примеры, россияне все равно предпочитают экономить и покупают жилье на стадии котлована, взяв тем самым кота в мешке. Решить эту проблему постарались власти. На днях Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение при долевом строительстве. Все подробности далее. Законодательство по долевому жилищному строительству разрабатывали и видоизменяли не один год. Главная его цель – защита прав дольщиков. Теперь будет работать следующая схема. Застройщик – банк – физическое лицо. Кроме того, застройщик обязан открыть расчетный счет в банке для каждого строящегося объекта. Банк, в свою очередь, сможет контролировать расходы на протяжении всего этапа строительства именно этого дома. Для физического лица это послужит финансовой гарантией. Что такое скрозь счета? Это там, где аккумулируются деньги дольщиков. То есть фактически за них отвечает не застройщик, а банк. Вот застройщик может строить за свои деньги, может строить за кредитные деньги. Это отдельный счет. Но к деньгам дольщиков он будет иметь отношение только после завершения строительства, как в погашении кредита и, соответственно, формировании прибыли. Все сведения о застройщике находятся в открытом доступе на сайте Минстроя. Требования к ним ужесточились. Теперь компания должна иметь не менее чем трехлетний опыт строительства многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров в качестве застройщика или подрядчика, а также не иметь кредитов. Если застройщик все сдал, все забил, все информационные системы, все у него хорошо, и чиновник по каким-то причинам не выдал ЗОСТ, вот, штрафуется должностное лицо. Сумма варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. А за непредоставление информации в единую систему жилищного строительства должностное лицо вынужден будет заплатить единоразово до 30 тысяч рублей. Кроме того, за повторные нарушения чиновников ждет штраф в размере 80 тысяч рублей. Более того, предусматривается дисквалификация от одного года до трех лет. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Минтрансподмосковья выявил автоперевозчиков, которые нарушают законодательство. Как сообщает агентство ТАСС, по итогам работы за второй квартал 2018 года, три компании могут лишиться права заниматься перевозкой пассажиров. Люберецкий автоперевозчик в том числе. Перевозчики из Нарофоминска, Люберец и Одинцова могут лишиться свидетельств на обслуживание муниципальных маршрутов. Причина – регулярные нарушения законодательства и правил транспортировки людей. Подмосковный Минтранс рекомендовал администрациям муниципалитетов обратиться в суд с соответствующими заявлениями. Еще четыре компании-нарушителя отделались получением предписания на устранение недочетов до конца лета. Ведомстве узнали о том, что эти компании не предоставляют данные в региональную навигационно-информационную систему, а водители нарушают расписание и маршрут исследования. Другие грубые нарушения – несоблюдение налогового законодательства правил дорожного движения и отказ пассажирам в использовании банковских и карт «Стрелка». Ежедневно Люберецкие автоинспекторы отправляются в рейды. Их цель – найти и наказать тех, кто не считает нужным вовремя оплачивать штрафы ГИБДД. Вместе с представителями автоинспекции в рейд отправилась и наша съемочная группа. Удалось ли выявить нарушителей, расскажет Анна Троян. По пути на работу Сергей Алексеев остановил патруль ДПС. В тот момент автовладелец даже не задумывался, чем для него обернется недобросовестное отношение к требованиям закона. Водительское удостоверение, документы на автовладелец, страховой полис. Госавтоинспекторы выяснили, что у Сергея имеются несколько вовремя неоплаченных штрафов. По закону их нужно погасить в течение двух месяцев. Сотрудники ДПС выписали правонарушителю протокол, а после отправились с ним в суд. Просто, как инспектор сказал, еще были неоплаченные штрафы. В общем, тоже с задолженностями. Набралось на приличную уже сумму. Ну, за это, наверное. Надо оплачивать вовремя. Свои оплачу. Больше не буду. В суде мужчину ждал неутешительный приговор. Административный арест на 15 суток за неуплаченные вовремя штрафы. А все могло быть значительно проще. Санкция, просроченная впервые, обойдется автовладельцу оплатой в двойном размере. Однако, у этого мужчины за плечами не одно нарушение. Если человек не платит административные штрафы постоянно, регулярно, скажем так, является злостным неплательщиком, то, естественно, меры притуждения уже будут более серьезные. Такие, как административный арест. Несмотря на это, злостных неплательщиков по-прежнему сотни. Рейды по их обнаружению в округе ведутся ежедневно. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ну а мы напоминаем. На оплату штрафов ГИБДД дается два месяца. Если провести платеж в течение 20 дней, сумма взыскания снизится на 50%. Вариантов оплаты задолженности много. В банковских кассах, почтовым переводом, через терминалы и банкоматы. Сегодня нет необходимости рассчитываться исключительно наличными деньгами. Доступны несколько способов и при помощи интернета. Погасить штраф без комиссии можно на портале государственных услуг. Выберите раздел оплаты и нажмите на вкладку «Автоштрафы». На появившейся странице представлен весь алгоритм действий. Этот способ доступен только зарегистрированным пользователям. Также погасить платеж возможно через приложения банков. Обычно в них имеются специальные вкладки. Оптимальный вариант – сервис «Сбербанк онлайн». Этот способ выбирают чаще всего. Комиссия за транзакции по штрафам здесь не взымается. А функции автоплатежа позволяют вспоминать о них только, когда приходят уведомления о списании средств. И к другим новостям. Число жалоб на детские площадки в Подмосковье сократилось на 20%. Это значит, что в целом по региону каждая пятая площадка построена, реконструирована или просто приведена в надлежащее состояние. Однако чаще всего за этим стоит не честность управляющих компаний, а штрафы госадом технадзора. Сколько слоев краски на старом турнике? Ответ так и останется открытым. Однако претензия к внешнему виду спортивных снарядов далеко не прихоть инспектора, а нарушение управляющей компанией административного закона. И за это она уже успела поплатиться штрафом в размере 30 тысяч рублей. Компания была провеличена. И вот мы с вами видим, что уже со вчера до сегодня начались работы. И работы, наконец-то, как я отметил, уже ведутся. Сначала все-таки снять слой краски, а потом красить. Тогда будет долговечно. Несмотря на то, что элементы морально устарели, подчеркиваю, морально устарели. Все-таки они еще могут прослужить. На пути инспектора соседний двор и очередные недочеты на детской площадке. Видите, вот песочница. Она вот прекрасная, но вот данные моменты, элементы, как мы видим, да, выступающие, это тоже все небезопасно, этот элемент является травмоопасным, может нанести травму. Все нарушения зафиксированы, а значит, вскоре управляющей компании придется заплатить от 30 до 150 тысяч рублей. Право нарушения выразились в отсутствии информационного счета с телефонами экстренных служб, а также правилам пользования детской площадки и ненадлежащихся в состоянии игровых элементов. Все это может привести к, так скажем, травматизму на этой площадке. Основной критерий оценки площадок – безопасность. По словам сотрудника Госадомтехнадзора, детских ссадин и слез можно избежать, если за площадками будут следить управляющие компании. А теперь новость для пенсионеров, автомобилистов и туристов. С этого месяца в России вступили в силу новые законы. О них расскажут мои коллеги. Теперь работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Размер ее рассчитывается индивидуально с учетом зарплаты. Однако известно, что максимальная сумма составит порядка 235 рублей. Автомобилистам и тем, кто решил отдохнуть за границей, следует учесть, что в августе увеличивается госпошлина на водительские права. Теперь они будут стоить 3000 рублей. Свидетельство о регистрации автомобиля нового образца – 1500 рублей. Кроме того, за оформление биометрического загранпаспорта для взрослого нужно будет отдать 5000 рублей, а за детские – 2500 рублей. Новые изменения коснутся и иностранных граждан. Согласно новому закону, они смогут въезжать на территорию России по электронной визе. Однако это будет возможно лишь в случае, когда зарубежные туристы прибывают через свободный порт Владивосток. Оформить электронную визу нужно минимум за 4 дня до поездки в Россию. Заявление следует подавать на сайте МИД России вместе с цифровой фотографией. Срок действия такой визы – 30 дней. Консульского сбора нет. С начала этого месяца в России также произошел ряд изменений, связанных с железнодорожным транспортом. Об этом смотрите далее. Теперь на всех вокзалах страны в расписании отправления и прибытии поездов дальнего следования указывается местное, а не московское время. Оно же будет и на билетах. Есть и другие важные изменения работы железнодорожного транспорта. В пригородных поездах Москвы и области введен бесплатный проезд для пенсионеров, почетных доноров, одного из многодетных родителей, опекуна или приемного родителя-сироты, а также для родителей и законных представителей детей-инвалидов. Десять водозаборных узлов построили и модернизировали в Московской области с начала года, сообщает агентство «Интерфакс». Работы проводились в рамках региональной программы «Чистая вода». Благодаря этому 30 тысяч жителей региона получили более очищенную воду. С 2014 года на территории Подмосковья действует региональная программа «Чистая вода». Её цель – улучшение качества водоснабжения. С начала 2018 года построили и модернизировали 10 водозаборных узлов в четырёх муниципалитетах. Работы включали замену оборудования и установку станции очистки и обезжелезивания воды. В результате для 30 тысяч жителей Подмосковья значительно повысилось качество воды. Всего в текущем году в рамках программы «Чистая вода» запланировано строительство и модернизация 109 объектов. Это позволит улучшить качество воды для 350 тысяч жителей. В прошлом году доступ к чистой воде получили 300 тысяч граждан. Отмечу, Люберцы на сегодняшний день получают 60% воды от Мосводоканала. В планах перейти на Московскую воду полностью. Александра Томет, телеканал ЛРТ. И к другим темам. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста вновь стали донорами. Станцию переливания крови заядлые добровольцы посещают до пяти раз в год. Что мотивирует люберчан заниматься добрыми делами, знает Анна Троян. Сегодня Татьяна Зайцева стала донором впервые. Закрыв глаза на ощутимый страх, девушка решила – придет на станцию переливания снова. Ведь у нее такая редкая третья группа крови. Решила откликнуться, помочь людям. Все во имя людей, тихий подвиг. Я надеюсь, поможет это кому-то. Пойти на это важное дело Татьяне помогли коллеги. В ЛГЖТ работает много почетных доноров. Рита Сабильникова сдала кровь уже в 67-й раз. Несчастный случай в молодости полностью поменял ее взгляды на жизнь. Впервые я кровь сдала, необходимость была в этом. То есть близкому человеку было плохо, нужно было сдать. А в дальнейшем мне это просто понравилось. Я знаю прекрасно, что моя кровь нужна людям. И рожают когда. Большая потеря крови. Мне очень часто звонили, приглашали сюда сдавать кровь. Даже через два месяца, я помню, и такое было. Мне хочется, чтобы люди жили. Постоянных доноров в Люберецком Тресте насчитывается порядка 40 человек. На станции переливания крови они бывают ежеквартально, на протяжении 15 лет. На смену взрослым добровольцам постоянно приходят молодые. Здесь мотивировать не надо. Все откликаются абсолютно на безвозмездных условиях. Хотя предприятие предоставляет по закону два дня отгула. Были случаи, когда родственникам наших сотрудников требовалась кровь где-то в Москве или в других частях Подмосковья. И наши сотрудники выезжали на помощь с удовольствием, помогали абсолютно на безвозмездных условиях. Однако коллективного желания становиться донорами в большинстве организаций Люберец пока нет. Похожая многолетняя практика есть лишь на заводе «Звезда». В связи с многими обстоятельствами станция переливания остро нуждается в добровольцах. А специалисты, в свою очередь, призывают помочь тем, кто попал в трудную ситуацию. Донором крови может стать любой человек, которому исполнилось 18 лет. Конечно, самое главное – это здоровье. И для того, чтобы определить, может ли стать он донором или нет, они обычно проходят медосмотр. То есть определяют гемоглобин, группу крови резус-фактор и смотрит врач. Все желающие стать донорами могут обращаться на станцию переливания крови с понедельника по четверг. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Домчатся без пробок. Какой автолюбитель не мечтает об этом? А вот в реальность их мечту воплощают велосипедисты. Однако немногие из них задумываются, что велосипед – такое же транспортное средство, как автомобиль. И управляя им, нужно следовать правилам. Каким? Расскажет Анна Троян. Заядлый велосипедист Алим ежедневно проезжает порядка 90 километров. Из дома на работу, по делам и просто на прогулку. Все лучше, чем стоять в пробках. Я люблю свой велик. Каждый день вытираю, красиво катаюсь ради удовольствия. Иногда люблю все Москвы, Кремль. За 45 минут могу кататься. В ДНХ, Батаринский сад. Порой маршрут Алима лежит через оживленные трассы. К счастью, в ДТП не попадал. Строго соблюдает правила дорожного движения. Однако за рулем велосипеда так делают не все. Среди прохожих мы встретили тех, кто законом пренебрегает. Я езжу в темное время суток без опознавательных сигналов. А это опасно? Это естественно, да. Я прекрасно это понимаю. Поэтому советую никому так не делать. Интернет тоже полон любителей экстрима. Можно найти целые подборки аварий на проезжих частях и тротуарах. Аварии с участием велосипедистов не редкость, а последствия от них страшны. По данному видео можно сказать, предположить, что у пациента сочетанная травма, учитывая, что он потерял сознание. Плюс еще не исключены переломы верхних либо нижних конечностей. Плюс, может быть, учитывая саму травму на видео, как сбил автомобиль, могут быть повреждены внутренние органы. Но все же врач-травматолог нас успокоил. Такие случаи в столичном регионе бывают нечасто. Обычно наши велосипедисты отделываются более легкими травмами, ссадинами и переломами. Реже небезопасная поездка на железном коне может закончиться повреждением внутренних органов и черепно-мозговой травмой. Примерно. Где-то 2-4 пациента в неделю к нам поступает. Для того, чтобы сократить травматизм, сами велосипедисты также должны обязательно заботиться о своем здоровье. Ни в коем случае не садиться в пьяном виде за велосипед. Какие-то средства защиты обязательно применять. Шлем. Когда едут по тротуарам, должны соблюдать скоростной режим. Пешеходов должны предупреждать звонком. Помнить о безопасности, управляя железным конем, необходимо в первую очередь самим велолюбителям. В год на Люберецких дорогах в ДТП попадают около 15 человек. Нередко это происходит из-за того, что многие намеренно не покидают велосипедное седло на пешеходных переходах или вовсе не знают правила дорожного движения. С начала текущего года на территории обслуживания нашего подразделения пострадало 4 велосипедиста, из которых один несовершеннолетний. Основной вид происшествия – это наезд на велосипедиста. Причина – это несоблюдение очередности проезда. Выезжая с прилегающей территории, водитель не видит велосипедиста и не уступает ему дорогу. Перед поездкой обязательно проверьте тормоза. Ездите только по велодорожкам и тротуарам. Если их нет, двигайтесь по обочине или сбоку крайнего правого ряда. Строго по направлению движения транспортного потока. Анна Троян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. И теперь о достижениях. 14 выпускников Люберецких школ в этом году показали высший результат на государственном экзамене. 100 баллов из 100 возможных. Какова цена? От чего пришлось отказаться, чтобы стать лучшими из лучших? И чем живут эти дети сегодня? С гордостью округа лично познакомилась наш корреспондент Александра Томей. Вдруг раздается звонок. Галина Юрьевна, у меня 100 баллов. Я говорю, Ась, ну нет же Нарцу и никаких результатов. Это в другом сайте из результата ЕГЭ. Я скорее туда влезаю. Точно 100 баллов. Общество знаний. Ну, я говорю, эмоции захлёстывали просто. Галина Черепанюк – учитель, подготовившая к стопроцентному результату Асю Вардикян. В успех своей ученицы она вложила немало времени и сил. К сожалению, есть такие педагоги, которые приходят, отводят уроки и уходят. Такие долго не задерживаются в школе. То есть здесь или всё, или ничего. Всё время учёбе остальное подождёт, решила для себя Ася ещё в девятом классе, начав усиленно готовиться к ЕГЭ. Отказаться от подростковых увлечений и прогулок было нетрудно. Сложнее было сделать другой выбор. В своё время я отказалась от спорта, я занималась волейболом. Но я от этого отказалась, так как нужно было готовиться к экзаменам. Так что, ну да, приходилось идти на некоторые жертвы. Путь к успеху не всегда услан жертвами. Труд во имя заветной сотни можно и нужно совмещать с полноценной жизнью подростка, считает Саша Юферева. И это не только слова, а подготовка к поступлению в творческий вуз, художественная школа, эскизы татуировок и безукоризненное знание истории. Всё это девушка смогла ловко вплести в будни 11-классницы. Я вот знаю примеры, когда, допустим, ну кто-то для подготовки к экзаменам не выходил из дома, там сидел, не выходил гулять по будним дням, не ходил на ночёвки к друзьям. На самом деле мне кажется, что это неправильно. Нужно давать себе и время для отдыха, и время для учёбы. Надо просто это равномерно распределять, чтобы не уставать от этого и получать удовольствие от того и от другого процесса. Переживать, влюбляться, преодолевать трудности, готовиться к ЕГЭ и выбирать жизненный путь. Всё за один год и всё одновременно. Сил порой не хватает. Мудрости учит кино. Когда у меня наступают какие-то трудные моменты в жизни, я смотрю его и понимаю, что есть люди, которым тяжелее, чем мне. Кроме учёбы, кино и искусства есть у отличников и обычная жизнь. И в ней всё, как у всех. Бытовые проблемы и сложности. И научиться решать их не менее важно, чем тесты ЕГЭ. В поликлинике как раз такая ситуация, когда мне надо было получить справку для вуза, ну и я по электронной очереди записалась. Я пришла, мне сказали, здесь живая очередь, я показала талон и просто прошла. Чувствую себя победителем. Саша Лебедева набрала 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Поэтому понятие «личность» и «индивидуальность» для неё не просто термины из учебника, а то, к чему важно стремиться, где бы ни находилась. В очереди в поликлинике, на экзамене или, например, в магазине. Кстати, с понятиями права и юриспруденции Саша решила знакомиться ближе, выбрав специальность «международное право». Александра Томей, Сергей Гвоздев, Александр Дегурков, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Пришло время вспомнить и о знаковом событии для всей страны. 1030 лет назад князь Владимир сделал выбор, который определил историческую судьбу славянских народов и заложил основу российской государственности. Владимир крестил Русь. Годовщину этих событий отмечали во всех храмах страны. Вместе с прихожанами на праздничном богослужении побывала наш корреспондент. Более тысячи лет назад Русь приняла православие. И этот выбор определил жизнь многих россиян, объединив страну, а значит, сделав её сильнее. 1030-е годовщина крещения Руси в храме преображения Господня началась с божественной литургии. На площади перед храмом собравшиеся вспоминали князя Владимира. Князь Владимир опирался не только на свой ум, но и на сердце. И это сердце подсказало ему путь к Богу. И мы с вами видим, что после принятия крещения им самим он изменился. Князь показал свой пример внутреннего изменения. И этот пример мы видим во всех христианах. Крещение Руси отмечают в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который принял христианство в Херсонесе. А затем распространил эту религию на всю Древнюю Русь, дав людям новую веру. Вера – это основа всего. А Господь нам дал эту веру, поэтому она и влияет на нашу жизнь. Мораль, вера и нравственность. Только в вере это всё содержится. Поэтому цивилизация процветает, Россия процветает, благоухает. Это надёжная страна, в которой мы живём. После праздничной молебны для прихожан приготовили тематические мастер-классы и концерт, на котором выступили воспитанники воскресных школ и люберецкие творческие коллективы. Все горести земных тревог его означены печатью. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. Ну а на очереди наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз наш корреспондент поговорила с жителями об оценке знаний в школе. Сегодняшнюю систему уже называют позавчерашней, а новую пока только обсуждают в правительстве. А что об этом думают люберчане, смотрите далее. Пять с минусом, четыре с плюсом, двойка. Всем привычную пятибальную систему уже давно считают несовершенной. По словам специалистов, вполне реально перейти постепенно на 10 баллов. Тем временем во многих учреждениях уже давно пробуют и другие системы оценки знаний. А как считают люберчане, нужно ли что-то менять, сейчас узнаем. Нет, я считаю, что не стоит. Пятибальная – самое удобное, хорошее. 10 баллов – это показывает больше. Например, 2 – это вообще-то ноль, короче. Если, например, получил 4-5, ну, среднее будет. А десятка – ты молодец. В университете была рейтинговая, но вот она мне тоже не нравилась. У нас была пятибальная система. Это было так привычно и как-то так нормально. Ну, 10 баллов – это, я считаю, нужно так растянуть знания ребенка, чтобы дотянуть его на 7, на 8, на 10. Ну, так привычнее, удобнее. Зачем какие-либо новшества? Ну, десятибальную менять нужно. Почему? Ну, я просто учился не в России. Стыдно было получить, да? Ну, естественно, двойку там стыдно было, пятерку стыдно. То есть пятерка – это было стыдно? Ну, это пятерка, как у вас, допустим, тройка. Мне кажется, лучше пятибальная система, потому что она, опять же, более понятна. Но, может быть, в новых реалиях она как-то по-другому видится. Зачем менять какую-то бальную систему, если учитель не может вызвать желание у человека учиться? Зачем менять какие-то вот эти мелочи? 5 баллов, 10 баллов? Образование, которое дали нам при Советском Союзе, при пятибальной системе, то есть оценок – это самое лучшее. И то мы знали больше, я считаю, чем сейчас, вот со всякими этими ЕГЭ. Я считаю, что не нужно. Мы уже учились, нормально было. Хорошо, 4, отлично, 5. А если удовлетворительно, значит, 3. Я считаю, что не надо. Пятибальная была, да. Ну, так, если взять в контексте вашего вопроса, конечно, она несовершенная. Насколько я знаю, в Германии оценивают ошибки. И чем меньше у тебя оценка, тем лучше. Может, в этом что-то есть. Сейчас внедрили новую систему в некоторых странах Европы. Например, начальные классы, то есть с 1 по 4 класса уже не ставят оценки. Просто в дневниках клеют наклеечки. Хорошо, отлично, умничка. Ну, то есть, я не знаю, это хорошо. Мне кажется, лучшие оценки, как раньше. Ну что ж, мнения разделились. Однако, все же люберчане за классику жанра. Пятибальную систему оценки. Анна Троян, Александр Тегурков. Специально для рубрики «Свободный микрофон». И в завершении вновь «Свободный микрофон». В этой рубрике вы узнаете, что предпочитают люберчане – гамбургер или брокколи. И согласны ли они с выражением «ты то, что ты ешь». Ответ далее. Символ американской кухни – гамбургер отмечает свою 118-ю годовщину. И сегодня, пожалуй, не найти человека, который ни разу не пробовал это блюдо. Да что уж там, сейчас это не просто фастфуд, а целый культ. Однако сторонники здорового питания категорически против такой еды. А что выбирают люберчане – вкусный вред или правильную пищу? Сейчас узнаем. Брокколи или бургер? Брокколи. Брокколи. Почему? Здоровое питание. Вы занимаетесь спортом? Да. Вам помогает это здоровое питание? Да. Расскажите, как? Больше энергии и сил появляется на все это. Бургер. Я работаю в Макдаке. Овощи лучше. Пытаюсь правильно, потому что хожу заниматься в тренажерный зал. Брокколи невкусно. А во-вторых, а то, что гамбургер не полезно, а то, что это жир? Нет. Я ем его раз в месяц, мне нормально. Суши. Суши любите? А фастфуд любите? Редко. Скорее всего, набегу. Как вы в связи с этим себя чувствуете? Не в коем случае. Фастфуд – домашняя и правильная пища. Получается больше быстрой едой. Как вы себя чувствуете? Тяжело. Мы питаемся о том, как дешевле, потому что мы студенты и в данный момент не имеем устойчивого заработка. Если ты там будешь одни бургеры, питаться будешь какими-то толстыми, не толстыми, а если на овощах будешь спортсменом, все такое. Стараюсь правильно питаться, но часто это очень сложно просто, потому что фастфуд на каждом шагу. И даже если мы не очень хотим есть. Почему нужно правильно питаться? Правильно питаться, ну, чтобы не иметь проблем со здоровьем, не тратиться потом на него. Потому что здоровье – это самое главное. Если поели фастфуд, как себя чувствуете? Ну, естественно, не удовлетворен. Не боишься потолстеть, если будешь кушать гамбургеры? Я мы не толстею. Принципы правильного питания есть как можно чаще, как можно меньше. А вы соблюдаете эти принципы? Стараюсь по мере возможностей, но плохо. Каша, злаки обязательно, крупы, овощи, фрукты, мясо. А вы так питаетесь или все же? Нет, я так питаюсь. А для чего? Ну, чтобы быть здоровой, красивой. Согласна с выражением ты, то, что ты ешь? В какой-то мере. Но точно так же то, что ты читаешь, то тоже самое. Со временем, если ты ешь нездоровую пищу, то ты будешь не особо здоровый. Человек виден, что он ест, и как он себя чувствует, и какие у него поступки. Наш организм все равно, наша внешность зависит от того, чем мы питаемся, чем мы дышим. Радостно видеть, что наши жители знают принципы здорового питания и, что немаловажно, стараются их соблюдать. Ну, а на этом наш выпуск завершен. Такое оказалось эта неделя по версии информационной службы телеканала ЛРТ. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин